Всех приветствую на своем канале. Это любитель поздних, очень поздних, сейчас даже скажу, 3 утра или ночи, 21 минута. Видео Лёля. Я вырубила где-то часов в 7 вечера, где-то в 11 вечера я, соответственно, проснулась и вдруг поняла, что у меня не то чтобы бессонница, но долго что-то собиралась, я решила, что я вспомнила, что собиралась на днях записать этот видос, и решила все-таки его записать. Был у меня запрос, но я, честно, тему как-то точно сейчас не вспомню, надо было уточнить. Осенние, зимние парфюмы или что-то в этом роде. На самом деле я как-то не загоняюсь вот на эту тему, я вот это вообще не понимаю, там у Аленки и еще там где-то на ютубе периодически промеркила, там летние, весенние, зимние, осенние парфюмы, бла-бла-бла. Наверное, это потому, что я не такой конкретный бьюти-блокер, точнее, вообще не бьюти. Хоть и блогер. Ну и, в общем, я на днях тут разбиралась, в своей полке запасливой, и фроше на самом деле убирала. И, кстати, вот потом еще обзор новинок и фроше именно гели, которые я попробовала, мое мнение, ну и тому подобное. Гели в роли пены для Ваны, в роли как гель для душа. С девочкой что-то мне скидывала, точнее, посылала эту посылку, мы вроде как так договорились. У меня идея возникла, она ее поддержала. Это типа как анонс. Короче, в общем, я отобрала несколько духов, вот те, которые я сама пользуюсь. Сейчас вот, ну, чисто конкретно, они у меня на столе стоят. Я их для себя отобрала и перенюхала так вот примерные, которые я бы, возможно, пользовала бы осенью-зимой. Я вообще забыла, что сейчас еще осень идет, но оказалось еще осень, хоть у нас там вроде так конкретная зима, последние два с половиной дня, не знаю, как сейчас еще не выходило. На улицу, ибо сейчас три ночи, не знаю, может, утром проснусь, а там вот уже все старше. Вообще, я как-то с бессонницей стала дружить, точнее, с бессонницей моя стала дружить с погодой. Так, в общем, что у меня стоит на столе? На столе у меня стоит у компа вот эти две. Вот что, не могу ничего сказать, что это за лимитка натурели. Но то, что это натурели, так понятно. Может, кто-нибудь по цвету определит, потому что я, честно, не помню. У меня было несколько вариантов натурельки, но не все, которые у них вообще выпускались, а вы хроше. Вот акварельки, допустим, у меня не было. Но тропиканка или что-то в этом роде была. Ну, что-то такое, в общем, дофига было. Я вот знаю, что у меня есть османтус большой, и те еще маленькие, благодаря лёгке из Тюмени. Есть и натурелька конкретно, там где-то одна треть осталась. И еще каких-то три или четыре натурельки. Вот одна из них. Лимитка натурельки. Есть какие-то голубые овощи. Может быть, это и есть эти голубые овощи. Какое-то там летнее лето какого-то там года. Сейчас занюхаюсь тут. Я чисто приснула, чтобы вспомнить, как он там этот аромат. Ну, вот летом, допустим, я его иногда юзала. Но видно, что тут немного так поюзал. Потому что он у меня стоит уже год или два. Оно мне почему-то, вот, парис, похоже вот на это. Оно мне напоминает немножко какой-то эликсир фрашевский. Один из. Такой теплый, не знаю, не сказать, что сладкий, неудушливый, нормальный такой хороший запах. Мне кажется, он вообще универсальный. Но вот сейчас вот он у меня что-то вдруг пошел. И он мне напоминает Эйвановская. Что это у нас вообще? Парижянский. Благо, ну, там подписано, что я совсем забыла. Он у меня уже два или три было стоит. В общем, вот такой я пользуюсь. Но она не то, чтобы сильно стойкая. Но мне кажется, нормально. Вот если утром, допустим, приснулся, ушел на 8 часов на работу, пришел, от тебя еще слегка пахнет. Вот это у меня стоит. Я когда ее, помню, покупала, она на картинке была на сиреневом таком фоне. Я была уверена, что флакон тоже сиреневый, но пришел не сиреневый. У меня было дикое разочарование. Но на самом деле, ну, понятно, я тут где-то чуть меньше, наверное, половины истратила. Ну, практически половину. Я его, помню, отливала даже в какой-то флакончик с прыскалкой, чисто чтобы прыскать, брать с собой, чтобы удобно было. Потому что тут никакой нахрен прыскалки нету. Тут вот такой вот, такой просто на пальчик флакончик. И, насколько помню, он мне напоминал, кажется, этот ифрашевский, вот как раз тоже этот эликсир, который мне нравится, не помню, какой-то там. Еще он такой слегка сладкий, но если вы в курсе, как пахнет парыжья джик, то вы знаете, что это. Тут 50 мл, а тут было у нас 75. Что это он такой вообще? ЕДП. Я все время забываю эту расшифровку ЕДП. Парфюмерная вода, да? В общем, он стойкий, он мне нравится, если на шарфик плеснуть. Ну, тут, конечно, не плеснешь, капнешь, или на какую-нибудь шмотку, то вообще держится, может, дня три. И я его, по-моему, в основном пользуюсь, когда холодно. В общем, вот такой парыжьяншик. Потом у меня, наверное, тут где-то одна треть. Я помню его, когда купила, он мне так нравился, я его так до хрена уделала. Потом он у меня стоял, наверное, год не пошел совершенно. Я еще на него отзыв делала, на рекомендую, куда я вообще что-то забыла заходить. Не торкает меня что-то писать отзывы, вдохновение, видать, не то. Что-то только на видосы торкает в плане отзывов снимать. В общем, это у нас Эйван Бесмирайз Блэк, очень классный, он мне так дико так нравился. Потом я что-то, он шел-шел летом, я пару раз им пользовалась. Потом хотела уже Аленке предложила, но что-то она меня уговорила наобратно, я его в результате оставила себе. Дала ему еще раз шанс и периодически юзаю. Вообще он такой, конкретно зимний аромат, кому интересно, я могу ссылку потом дать на отзыв. Он мне там, по-моему, назывался Аромат Солнца или что-то такое, я его так обозвала. Тут что-то такое между теплыми какими-то нотами, такими вот, в дубак. И мне кажется, чем-то такие вот, тогда для меня он пах немножко по-другому, по тому отзыву. А сейчас он мне больше как-то восточный такой, с пельчинкой аромат напоминает. Ну вот эти два у меня, допустим, сейчас на первом месте, а вот этот, ну, на втором. Допустим, сто процентов, что я возьму один из вот этих вот, и где-то процентов семьдесят, что возьму вот этот. Немножко у меня тут пальцы в духах. Так, потом, очень мне понравился вот вообще Ирис Нуар конкретный такой. То, что мне Алена прислала, та, которая путешествует по миру, снимает про Японию и не только, то у нас забыла, как его там. Я потом уже поняла, что это Герленда тогда увидела, думаю, блин, хрен знает, вообще не пойму, как читается. Маленькое черное платье. Нуар, наверное, все-таки черное, потому что я до сих пор, я так и не глянула, что там на французском черное. Вот блэк, знаю, на английском и на французском, такая вот фряза была. Лептит Рабе Нуар. Ну, тут я конкретно так его уже поюзала. Парфюмерная вода, это моя тетя сказала, что тяжелый. Моя подруга Маша, которая вообще-то не воспринимала Эрис Нуар, он ей казался очень тяжелым, сказала, что такие приятные. Короче, они мне очень понравились. Они тоже такие стойкие. Ну и, в общем, я, правда, их убрала, потому что что-то это... Боялась, что я их заюзаю еще до того, как они закончатся. Или что-то в этом роде. Или просто я доставала что-то на полке, а пыль протирала что-то, я на себя приснула, интереса ради, и вспомнила, что, оказывается, вот это мне нравится. Ну, вот этим я тоже пользуюсь. Так, еще что я хотела спросить, вот, может, у вас там в комментах мне напишите. Когда вот эти вот обзоры делают люди, вот, типа, там, парфюмеры, мои парфюмы или что-то в этом вроде зима-осень, ну, допустим, зима-осень, да, это... Чтобы люди, кто смотрит, допустим, меня, знали, чем я пользуюсь, и, допустим, если я им нравлюсь, я вам нравлюсь, то вы, допустим, сами тоже бы стали пользоваться чем-то из этого. Вот, ну, да, вдруг там вам что-то такое нравится, и вы тоже, ой, я типа прыскаюсь такой же туалеткой, как Люля, да? Для этого или для чего? Потому что я как-то не очень догоняю эти обзоры в этом плане. В общем, Эйвен Прима внезапно, я, она, почему тут мало заюзана? Не потому что она мне не нравилась, она, как было заявлено тогда в каталоге, держится 8 часов этот аромат, он действительно долго довольно держится, она мне очень нравится, стояла-стояла, вот, наверное, я про нее вообще совершенно забыла, что-то она у меня, ну, не было настроения под нее, но тут прысла на себя, еще достала у меня там этот лосьон для тела есть, Примовский от Эйвен, и еще так на себя помазала, и поняла, что, наверное, все-таки надо, пришло время этого лосьона, он хочет, чтобы я его заюзала, и надо вот как раз периодически пользоваться этими духами. Пудровый такой классный аромат, вот, честно, очень напоминает Эвиденс от Ифраше. Ну, я, соответственно, его достала тоже, и потом я, кстати, на себя что-то прыскала, у меня так смешались, а когда я эти духи тестировала, какой бы я конкретно, он взяла бы, допустим, на осень или на зиму, и у меня получился такой ванильный, рисовый, риснуаровый запашок, ароматик. В общем, очень классный аромат, ненавязчивый, но, мне кажется, вот он исключительно на любое время года, и под настроение. Очень классный. У Эйвен, по-моему, не, мне нравятся духи в парфюмерии, в туалетке, в Чикаго, там, Эйвен, но очень мало, что мне у них нравится, но вот это вот конкретно такое классное. У них еще раньше было у Эйвен Этернел Мэджик, и он напоминал снятый уже в Эйвен Эйвен, но, кстати, Эйтернел Мэджик, по-моему, тоже в Эйвен снятый, и я помню, тогда купила и тот, и другой, у Эйвена и Эйвен, и Эйвен, и Эйвен, и Эйвен, и Эйвен, и Эйвен. У меня так вообще тащилось от одного и другого. Так, у меня тут еще в эту серию зимних и осенних ароматов, я включила несколько нот любви, парфюмерная вода от Эйвен. У меня была маленькая минька, у меня было 15 мл, эту, я помню, покупала по скидке, что-то такое за 1200 с чем-то, 1250 что ли. Очень классный аромат, он мне очень нравится, он мне напоминает немножко этот эликсир какой-то, который сочетает в себе черную ваниль, Ирис Нуар и сам эликсир, и фрошерский который. Он мне напоминает еще что-то такое, и сам Ирис Нуар напоминает. И тут малиновые какие-то нотки, и что-то сладкое, и ягодное. И вообще, я хотела еще взять цветочная диска красненькая, но что-то подумала, что она, наверное, не совсем зимняя, осенняя, хотя вот из той же серии, как, допустим, универсальных таких парфюмов на любое время года. Вот цветочная диска, допустим, была бы, и вот это вот. Ну, тут видно, что я юзала, но тогда у меня просто была еще маленькая минька, 15 мл. 15 мл я что-то не нашла, видимо, я их все-таки уже успела уюзать. Очень оно мне нравится, тоже, если попадет в руки, то буду юзать до того момента, пока случайно куда-нибудь не поставлю, не отставлю, или случайно не понюхаю еще какие-то свои духи, которых у меня тут что-то до хрена. Так, ну и последняя, не могла же я ничего не сказать про Эвиденс, если я к нему отсылалась. Вообще у меня есть Эвиденс, чисто такие конкретные духи, такой с хренушкой такой, преснешь, и вот долго-долго, и вот такие, а то не помню, что-то у нас вообще. Это вообще-то тут вообще лимитированная коллекция, ну, видно по флакончику, это парфюмка у меня, вообще я не помню, сколько тут, 75 или 50 мл, что ничего не написано, если что написано, то уже не видно. Вот на жопке у него что-то написано, но так выкровировано, что я не очень уже различаю что-то. И мне очень много в свое время приходило в подарок его от Ифрашей, какие-то я сама покупала, и в общем он мне вообще, один из моих любимых ароматов Ифрашей, тоже мне кажется он универсальный совершенно, пудровый классный аромат, который вот он держится на тебе до трех суток, даже вот под душем, сможешь, сможешь, все равно что-то остается. На шмотках он держится вообще до хрена, чуть ли не по году, ну, если, конечно, вы их не простернете. В общем, ну, не знаю, я от него в восторге, я вообще его очень люблю, ну, и если вы вот любите пудровые ароматы такие какие-то, если вам не хочется что-то такое, которое вот надо прыскать не себя постоянно, что-то прыскнул и все, и хватит, одного пшика, кстати, вот хватает, вот чтобы полностью окружить себя каким-то приятным ароматом, то я вам Эвиден советую. В общем, вот такой, наверное, у меня небольшой получился, да, видос, ну, вот такой вот обзор таких моих парфюмеров. Если вы оселились до конца, то я очень рада. Ну, и я сегодня выполнила очередной запрос. В общем, всем спасибо за просмотр и пока!